Необходимые условия То есть в ней уже записаны все необходимые вещи, которые помогут нам преодолеть любые трудности, с которыми мы бы могли столкнуться в нашей жизни. И сегодня я бы хотел более детально углубиться именно в один из аспектов нашей жизни — это вера. Это вера. И я считаю, что некоторые люди рассматривают веру по-разному. Кто-то берет ее очень абстрактно, смотрит на нее как на какую-то абстрактную вещь. Кто-то, наоборот, пытается ее как-то точно, точечно разглядеть, пытается какие-то принципы из нее вытащить. Кто-то просто знает, что существует некая вера. И это понятие, оно такое, ну, широкое, но я думаю, что на самом деле вера — это не просто какое-то абстрактное, ну, не знаю, субстанция, что это еще может быть. Но я думаю, что это принцип, такой же принцип, как и, ну, как и принцип, там, не знаю, то, что вот если мы подпрыгнем, мы упадем на землю, на пол. То есть мы обратно встанем на свое же место, мы не будем висеть и левитировать. То есть есть некие принципы. И я думаю, что вера также является неким принципом. То есть это вещь, которую можно измерить, которую можно увидеть, как она работает, и ее можно применить, чтобы она работала. Потому что Иисус об этом говорил постоянно. Он говорил, что вера может спасти твою жизнь, она может воскресить твою жизнь, тех людей, которые вокруг тебя, то есть все, что ты проходишь. И поэтому вера — это что-то более, ну, такое точечное, чем просто что-то такое абстрактное. И поэтому сегодня я бы хотел поговорить о необходимом условии. Когда мы говорим о вере, то некоторые люди думают о чем-то очень сложном. К примеру, когда мы говорим, что нам нужно верить. Вот представьте ситуацию, когда, одна из моих любимых примеров из Библии, когда умирает дочь, и отец приходит к Иисусу и говорит, моя дочь, она болеет, и ему говорят, что все, твоя дочь уже умерла. И Иисус говорит на это, не бойся и верь. И тогда вот ты увидишь чудо в своей жизни, твоя дочь будет жить. И подумайте только, как нужно верить, чтобы дочь воскресла? Ну, то есть какая это должна быть вера? Ну, насколько она должна быть большая? Какие усилия нужно приложить, чтобы это произошло, чтобы дочь воскресла? Или же представьте любую ситуацию из вашей жизни, самую сложную, самую, казалось бы, безысходную ситуацию. Подумайте о ней сейчас. Вот когда мы говорим о чем-то сложном, то мы сразу же думаем, что для того, чтобы решить сложный вопрос, нам нужно очень, очень сильно постараться. Нам нужно какую-то супер веру, которая решит все. И этой веры у нас, скорее всего, нету. Потому что мы не такие уж и там, там, постоянно пребываем в общении с Богом. 24 на 7 читаем Библию, молимся, постоянно вот ходим в духе и в истине. То есть мы смотрим в зеркало и понимаем, что, ну, мы не совсем такие. То есть мы не вот такие вот, если бы я был такой, скорее всего, тогда у меня было бы больше веры. Она была бы большая, я бы мог разобраться со всем. Но вот что мне нравится, что на самом-то деле, что самое интересное, что Иисус говорил, это людям, которые были вообще далеки от понятия, которые мы сегодня размышляем. От тех понятий, которые мы сегодня мыслим. Они не были помазанниками. Иисус давал эти слова обычным грешникам. Людям, которые, ну, не знаю, они вообще, может быть, даже, не знаю, раз в год молились. И Он им говорил такие, как будто бы сложные вещи. Верь, и твоя дочь будет спасать. Ну, как я могу верить? Я же недостаточно святой, как ты, чтобы так вот верить, чтобы воскресало все, чтобы в моей жизни чудеса происходили. И вот если вы посмотрите, кому говорил Иисус о вере, вы заметите, что это были обычные люди, простые люди, люди из народа, вот такие, как мы с вами, простые люди. Вот этим людям Иисус говорил о вере. И поэтому, если посмотреть на это, то можно понять одну очень важную вещь. Скорее всего, прийти к такому выводу, что вера, на самом деле, это не так уж и сложно. И не так уж и много ее и нужно. И вот здесь мы и переходим к самому интересному, где Иисус говорит про веру. Это история, когда Он приказал смоковнице засохнуть, и она засохла. И тогда ученики подошли и спросили, Иисус, как ты сделал так, что смоковница, она засохла? Иисус говорит, все очень просто. Имейте веру в Бога. Если ваша вера, вот теперь самое интересное, Он раскрывает здесь секрет. Он говорит, что если ваша вера будет с горчичное зерно, то вы горе можете приказать, и она сдвинется в море. И там есть еще кое-что интересное. Если при всем этом вы не будете сомневаться. И вот вера с горчичное зерно. Эта вера, если бы я показал ее здесь, вы бы, скорее всего, ее не увидели. Потому что вера, которая может сдвинуть гору, помещается в два пальца и сжимается. Но она вот такая где-то. Вот вера, которая может двигать горы. Ну, не даже меньше. У меня просто пальцы дрожат. Мне постоянно хочется больше сделать. Но она на самом деле меньше. Это вера, которая может изменить вообще ход событий. Вот она вот такая. Вот что, у нас нет такой веры? Ну, вот такой вот веры у нас нет, чтобы изменить что-то в нашей жизни? Вот что, мы не найдем в своих запасах веры вот столько? Я думаю, найдем. Я думаю, каждый из нас найдет вот столько вот веры в своем сердце, чтобы чуть-чуть поверить, что что-то может произойти. Но тогда в чем проблема? И проблема как раз таки в том, что эту веру заглушают большое количество сомнений, которые приходят в наше сердце, приходят в нашу жизнь, приходят в наш разум. Ежедневно мы боремся с сомнениями. Если бы мы фокусировали свое внимание только на вере и отбрасывали сомнения, то чудеса происходили бы гораздо быстрее. И поэтому вопрос уже не в вере. У нас у всех есть вера, которая может изменить все в нашей жизни. Вопрос остается в сомнениях, в том, как мы слышим свое сердце, что мы туда допускаем, какие мысли мы позволяем приходить в нашу жизнь, что мы принимаем и говорим на это, скорее всего, это произойдет. Вот это и является ключевым моментом того, будут происходить в нашей жизни чудеса или не будет. Вот подумайте только, когда вы сталкиваетесь с испытанием, первое, что вам приходит в голову, это, скорее всего, сомнение. Или же, когда вы принимаете решение верить, то первое, с чем вы сталкиваетесь, это с большим количеством сомнений. Это правда, это все, кто... Я думаю, каждый это может подтвердить. И поэтому Иисус здесь говорит, что вопрос не в нашей вере, вопрос в сомнениях, которые приходят в нашу жизнь. И для того, чтобы наша маленькая вера начинала работать и приносить большой результат, нам нужно отказываться от своих сомнений, нам нужно с ними бороться, нужно их изгонять, нужно всячески просто абстрагироваться от них, будто бы этого нету, будто бы их не существует. И именно поэтому Иисус говорит, что все, чем бы вы не попросили, верьте, что это у вас уже есть. Потому что когда мы понимаем, что у нас это уже есть, как факт того, что это уже случилось, мы переносим себя в это состояние, ходим в этом состоянии, то сомнения не могут подкрасться к нам, потому что у нас будто бы это уже есть, это уже совершилось. И поэтому нам важно ходить в состоянии того, что это у нас уже есть, это уже существует, это уже идет, это уже в нашей риторике, в мыслях и в словах должна доминировать всегда вера. Вера имеет результат, она всегда приносит результат. И поэтому проблема не в вере, проблема в сомнениях, которые присутствуют в нашей жизни. Мне нравится одно место из Писания, это 1 Иоанна 5, глава с 14 по 15 стих, где сказаны следующие слова. «Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. И если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни попросили, то знаем, что имеем то, что просим у Него». Здесь вот Иоанн раскрывает секрет своей молитвы, или как бы он как будто бы переносит нас в свой внутренний мир и показывает, как это работает в его жизни, в повседневной молитвенной жизни. И он говорит, что мы приходим к Богу с полной уверенностью. Это очень важно, вот эти слова «полная уверенность» в том, что если мы просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. Я видел людей, которые молятся, но при этом ничего не происходит в их жизни. И проблема снова же в том, что присутствует большое количество сомнений. Примерно это выглядит так. «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты есть в моей жизни, и прошу Тебя, измени вот такую-то, такую-то ситуацию. Аминь». И потом ничего не происходит по той причине, что человек в своем сердце, он не был уверен полностью в том, что Бог его сейчас слышит. Это важно понимать. Вот знаете, когда мы молимся, мы не можем молиться в абстрактную пустоту. Мы не можем молиться в столб, в стену, в не знаю, куда-нибудь, в зеркало. Мы не имеем права молиться туда, потому что оттуда ничего не возвращается. Нам важно, когда мы молимся, осознавать, что Бог сейчас нас слышит. Это самое важное. Когда мы молимся, нам важно представить или осознать, что сейчас я не просто со стеной разговариваю, что сейчас Бог наклонил ухо и слышит, что я Ему говорю. И когда мы понимаем, что Бог слышит нас, то мы должны быть уверены, что Он нам и ответит. Потому что если я прошу моего Отца хлеб, то Он не даст мне камень. Если я попрошу Его о чем-то, я уверен, что пройдет время, то процесс уже пошел. Вот как это происходит примерно в моей жизни. Я о чем-то молюсь и говорю, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня сейчас слышишь, и я озвучиваю свою нужду. И потом, закрывая эту молитву, я говорю, спасибо Тебе, я свою нужду сказал, и теперь я благодарю Тебя, что процесс запущен. И в течение дня, после того, как я озвучил Ему эту нужду, я остаюсь в благодарном состоянии. В том состоянии, когда я говорю, Боже, спасибо Тебе. Я знаю, что Ты уже разбираешься с этим вопросом. Спасибо Тебе, что финансы, они идут. Не важно, откуда. Я просто знаю, что это происходит. Я просто знаю, что если я сказал что-то, то Бог меня услышал. А если Он услышал, то Он уже работает над ответом моей жизни. И это факт. То есть мне не нужно потом еще кому-то идти, еще кому-то идти, еще кому-то идти. Говорю, знаешь, вот можешь помолиться, пожалуйста, за меня нужда, денег нет. Помолись, пожалуйста. Спасибо, помолись. А Вы можете за меня тоже помолиться? У меня нужда вообще. Помолитесь за меня. Хорошо, спасибо. А вот Вы тоже можете помолиться, пожалуйста, у меня нужда, денег нет вообще. Зачем так делать? Если мы помолились один раз и верим, Бог нас услышал, то следующее. Мы подходим к братьям и сестрам, мы говорим, радуйся вместе со мной, потому что Бог даст мне ответ. Аминь. Вот что имеет значение в нашей вере, это осознание того, что Бог нас слышит. Это то, о чем говорит Иоанн. Он говорит, мы приходим с полной уверенностью, что если мы молимся в соответствии с Его волей. Вот представьте, вы просите, знаете, бывает такое, что вы просите что-то там в себе, как бы, скажем, во благо якобы, ну там, 400 телефонов, к примеру, и просите поездку на конференцию. И вот на конференцию деньги всегда быстрее приходят, чем на телефоны. Потому что Бог, возможно, ну, знаете, 400 телефонов, ну, не всем надо 400 телефонов. Во-первых, у нас две руки, это важно. И 400 телефонов, ну, это как бы, ну, может быть и надо, но не всем точно. Вот, это точно, не всем. А вот поездка куда-нибудь в место, где ты знаешь точно, что ты едешь туда, чтобы твоя жизнь преобразилась. Вот деньги, вот я заметил, по крайней мере, на себе, деньги всегда быстрее приходят. Вот всегда вот что-то оп, и все, и появилось, оп, и все. Я думаю, что это связано вот с этим, что здесь сказано, что если мы просим Его о чем-либо согласии с Его волей, то ответы будут приходить быстрее для нашей жизни. И теперь самое важное, я уже закончу на этом, важно вот что, нам важно распознавать Его волю для своей жизни. И говоря о Его воле, конечно же, мы говорим о следующих вещах. Мы говорим о понимании Его сердца. Потому что некоторые люди спрашивают, вот Бог хочет, чтобы у меня был телефон или нет? И начинают сомневаться, вот типа, Господи, наверное, ты не хочешь, у меня был телефон хороший, вот Симмонс хороший, А52. Это то, что нужно. Я вот в это могу поверить. Но вспоминаем теперь Слово Божье, где сказано, что если мы просим у Бога камень, ой, хлеб. Слушайте, даже если мы камень попросим, Он хлеб нам сдаст. Но если мы просим хлеб, Он же не даст нам камень. Ну, то есть Он даст нам хлеб, хороший, лучший, самый лучший хлеб Он нам даст. Или вот еще место, которое мне нравится, и которое всегда вспоминает мое сердце, это вот какое место. Просите о чем-либо, я дам вам это, чтобы ваша радость была совершенна. Вот я счастлив, имея какие-то, вот мне нравится вот это, я буду счастлив. Ну, понятно, если это мне во благо пойдет. И вот эти вещи, вот эти вещи, понимание Его сердца, они позволяют нам быть уверенным в том, что мы можем Его просить. Мы можем Его благодарить. Мы можем радоваться тому, что Он нас слышит, и Он нам отвечает. И поэтому я заканчиваю вот такой вот мыслью. И можно, пожалуйста, проставление, чтобы мы помолились. Мысль следующая, чтобы подытожить все это. Я думаю, что наша вера, это подарок, который у нас есть. Что мы можем верой забирать все, что необходимо, в принципе, для своей жизни. Я имею в виду под словом забирать, это просить и получать это. И самое главное и важное условие, как по мне, это не думать, сколько у нас веры есть, а думать о том, как нам разбираться с сомнениями или побеждать сомнения. Потому что вера, маленькая вера, она может изменить весь ход событий. И помню одну историю, последнюю. Как-то раз мне нужны были деньги, и мне нужно было где-то около 100 долларов. Вот мне было конкретно 100 долларов, именно американских, не гривны. И я молился, и я говорю, Господи, ну вот мне нужны конкретно 100 долларов. Прошу тебя, дай мне. Аминь. И в то время я еще не совсем понимал это откровение. Откровение о том, что маленькая вера может двинуть горы. И нужно разбираться с сомнениями. И я искал Господа, я молился, и постоянно сомневался в том, что, ну, как бы там просто в чем суть была. Мне нужно было оплачивать определенные вещи, и мне нужны были деньги, чтобы это оплатить. А чтобы это оплатить, вот, сроки уже как бы поджимали. Ну, то есть нужно было вот оплачивать. И я помню, что я молился, и представляете, вот два дня остается, а ну, как бы никаких результатов, ну, нет. И я, слушайте, мне надо были гривны, сори, мне надо были гривны. Вот, просто я помню, что сумма примерно 100 долларов. И вот я молился, я говорю, Боже, спасибо Тебе, благодарю Тебя, дай мне. И мне сомнения постоянно, ну, как, ну, как это не получится, два дня осталось, все, конец, финал. И я молился, и потом я понял вот это вот откровение. Ну, то есть я увидел это откровение, что я спрашивал, Боже, дай мне больше веры. Вот, наверное, мне не хватает веры, вот, чтобы 100 долларов, мне надо какая-то большая вера, чтобы мне, наверное, не хватает веры. И тогда я увидел это место, что, ну, с верой все в порядке у меня. Вот ее достаточно. Она маленькая, но ее достаточно. То есть ее достаточно, чтобы сдвинуть все, что угодно. И нужно работать с сомнениями. И тогда я понял одну вещь. Окей, если мне нужно работать с сомнениями, у меня остается два дня, то какие сомнения приходят в мою жизнь? И я перечислил вид своих сомнений, которые приходят. И начал с ними бороться. Когда они приходили, я начал их изгонять, отгонять, отгонять, потому что я был уже уверен, что Бог меня слышит. Было, конечно, ну, как бы страшно. Ну, то есть, ну, было страшно, да. И вот приходит этот день, когда уже все, этот день настал, это сегодня. И один человек, он говорит следующие слова. Он говорит, что один друг его, значит, дал ему один конверт. И когда он открыл этот конверт, он сказал, это тебе. Он увидел, что в этом конверте лежит сумма в 100 долларов, купюра 100 долларов. И он говорит, что я сказал, Боже, спасибо тебе, что ты дал мне 100 долларов. А Господь ему говорит, а я это не тебе дал. Я это дал другому, твоему другу, человеку другому. И он почувствовал дискомфорт внутри, что это не его деньги. Знаете, когда принимаешь свое, чувствуешь, спасибо, Господь. А когда вот не свое, но кто дает, он понимает, о чем я говорю. Чувствуешь, что не твое, вот не в твоей руке, не тебе принадлежит. И он чувствует дискомфорт. И он, значит, эту сумму, он начинает молиться и говорит, Боже, кому? Я тогда не пойму. И Господь ему как бы указывает на меня. И он мне говорит, слушай, вот есть такая-то история, все, даю тебе деньги. 100 долларов. Мне как раз нужно было вот в гривнах 100 долларов. И потом он говорит, есть одна очень важная деталь в этой вещи. И он говорит, что деталь следующая. Я даю тебе эту купюру, но обрати внимание, что на ней написано. И я начал ее изучать, вижу цифры, там 1, 0, 0, 100, портрет этого дяди, который там. А там внизу написано, знаете, да, что там написано? Мы доверяем Богу. Вот что там написано. И для меня эти 100 долларов стали не просто каким-то таким... Sorry за мой английский. Я уже, наверное, там что-то сказал такое, что мне можно в полицию забирать. Сейчас сказал на английском. Но мы доверяем Богу. И для меня это было... Это не были просто деньги. Это было для меня вот таким вот сильным символом веры. Что когда мы Ему доверяем, по-настоящему верим, то нет ничего... Конечно, 100 долларов это немного. Кто-то может мне за миллион сейчас рассказать здесь. Но не суть. Вера работает одинаково. При любых обстоятельствах она работает одинаково. Просто чем больше твоя нужда, тем сильнее будут твои сомнения. Это важно понимать. Когда твоя нужда маленькая, тебе просто нужно, не знаю, новые кроссовки. За 100 гривен. То у тебя не будет супер сомнений. Ты не будешь... Тебя не будет атаковать сомнения. Там кроссовок не будет. А ты думаешь, ну как это не будет? Как будут? И ты... Нет, такого не будет. Скорее всего, ты такой... Будет... Ну, а как ты себе можно позволить? Это легко. Очень все просто будет. От этого не зависит твоя жизнь. Кроссовки... Можно в любом случае босиком походить. Вот. Но когда ты, к примеру, сталкиваешься с каким-то отчаянным вот таким вот действием, ты вот на грани смерти. Или тебе нужно там платить за крусейд 60 тысяч долларов, к примеру, да? То здесь у тебя совсем другие будут ощущения. И совсем другое. Вот. Сердце-то будет другое. Не дай Бог, конечно, вам такое пережить. Ха-ха-ха. Шучу. Но суть, что страх и сомнения будут прямо пропорциональны нашей нужде. Просто самое главное понимать, что сомнения всегда будут. И с ними нужно бороться, побеждать их, быть уверенными, что когда мы приходим к Богу, Бог нас слышит. Аминь. Слава Иисусу! Спасибо тебе за то, что ты всегда нас слышишь.